Возвращение больших пушек. Не ошибочна ли ставка на противокорабельные ракеты? Появление противокорабельных ракет во второй половине прошлого века вызвало военно-морскую революцию. Правда, на Западе ее осознали только после потопления египтянами израильского эсминца Эйлат в октябре 1967 года. Пара арабских ракетных катеров, вооруженных ПОК П-15 «Термит» играючи отправили израильский корабль на дно. Потом была индо-пакистанская война 1971 года, где индийцы с теми же ракетами, не особо напрягаясь, нанесли огромный урон Пакистану, использовав термиты как против надводных, так и против наземных тепло- и радиоконтрастных объектов. В НАТО, где военно-морское превосходство над СССР, с одной стороны, считалось очень важным, а с другой, почти гарантированным, забили тревогу. Уже в начале 70-х начали разрабатываться несколько противокорабельных ракет, которые чуть позже станут де-факто символами западных флотов. Так в 1971-м стартовали разработки таких ракет, как американская ПОК «Гарпун» и французская «Экзосет». Обе потом применялись в боевых действиях, но единственными примерами не являлись. Удивление НАТО было тем более сильным, что в ходе Второй мировой войны союзники уже несли потери от высокоточного противокорабельного оружия и даже выработали эффективные меры защиты наведения помех, мешающих работе радиокомандного наведения немецких управляемых бомб. В Советском Союзе программы развития ПОК развелись просто до невиданных высот. В условиях наличия у противника мощного авианосного флота и отсутствия такового у своего ВМФ, СССР нашел выход в дальнобойных и скоростных ракетах с мощнейшей боевой частью, в некоторых случаях ядерной. Скорости ракет росли, сначала перевалив за один звук, потом за два. Совершенствовались системы самонаведения, программные алгоритмы, росли размеры и дальность полета, в принципе, апогей тех работ можно сегодня наблюдать на борту крейсеров проекта 1164, где огромные ПОК занимают значительную часть корабля. Тем не менее, в боевом применении противокорабельных ракет наметился некоторый поворот. В 1973 году, в ходе очередной арабо-израильской войны, как сирийцы, так и египтяне, попытавшись использовать противокорабельные ракеты П-15 против израильских катеров, потерпели жестокие поражения и понесли потери, не нанеся при этом никакого вреда израильтянам. Последним, помимо порочной тактики арабов, удалось, используя комплексы РЭП, отвести все направленные в их сторону ракеты. А вот дальше мы видим одну любопытную подробность израильтяне широко использовали не только ПОК, но и 76-м пушки. Причем арабам на это ответить было нечего, их ракетные катера сопоставимого оружия не имели, и вести бой после исчерпаний ракет не могли. Это был новый тренд. Ракеты, как выяснилось, можно просто уводить в сторону. А пушки, как это тоже выяснилось, вполне себе значимое оружие даже в ракетно-ядерной эре. Рискнем предположить, что те два боя, выигранных израильтянами в сухую, стали некой поворотной точкой. Именно после них весь мир кинулся совершенствовать системы постановки помех. И именно после них в СССР снова начали вкладываться в развитие корабельной артиллерии, калибром более 76-ти миллиметров, директивно остановленные при Хрущеве. Дальнейшие события мировой военной истории были весьма показательны. В 1980-е в ходе операции «Жемчужины» иранцы перетопили весь почти иракский флот, используя ПОК «Гарпун» и авиационный «Урмий Верик». Стороны не применяли помех и имели потери в корабельном составе, впрочем, против иранской авиации помехи, видимо, не сработали бы. В 1982 году, в ходе Фолклинского конфликта, аргентинские ракеты «Экзосет» не смогли поразить корабли, прикрытые помехами, но поражали те, которые не были защищены. И в ходе уничтожения Шейфилда, и в ходе поражения «Атлантик» конвейер подтвердилось, что РЭП и комплексы постановки помех являются надежной защитой против ПОК, а вот неприменение помех означает гибель корабля. В 1986 году в ходе боя в заливе Сидра, американцы уничтожили ливийский катер и малый ракетный корабль советской постройки, используя ПОК «Гарпун», запущенный из крейсера «Ярктаун» и палубных штурмовиков А-6. Ливийцы не применяли помехи. Еще одним специфическим явлением в этом бою стало применение ПОК на дальностях, существенно меньших, чем максимальное. В 1987 году иранцы серьезно повредили американский фрегат «Старк» двумя ПОК «Экзасет», запущенными с самолета «Мираж». Фрегат не использовал комплексы помех. В 1988 году, в ходе американской операции «Богомол» против иранских сил в Персидском заливе, иранцы и американцы применяли против надводных кораблей друг друга противокорабельные ракеты. Повторился факт применения ракет на дальности меньше максимальной. Все иранские атаки против американских эсминцев были нейтрализованы с помощью комплексов постановки помех. Иранцы не имели таковых на своих кораблях, и понесли от американских ракет потери. Новым стало массовое применение против надводных кораблей зенитных ракет «СМ-1». Эти ракеты оказались более эффективными, чем ПОК на коротких дистанциях, свойственных Персидскому заливу. Опять подтвердилось, что поразить с помощью ПОК корабль, прикрытый помехами, почти невозможно. Это занятным образом повторило борьбу англо-американцев с немецкими управляемыми бомбами в ходе Второй мировой войны. Позже американцы вообще откажутся от установки ПОК «Гарпун» на вновь строящиеся корабли, возложив задачи поражения надводных целей на зенитные ракеты. В 2008 году в ходе конфликта в Южной Осетии, МК «Мираж» Черноморского флота России уничтожил предположительно один грузинский катер, используя противокорабельные и зенитные ракеты. Грузины не имели комплексов РЭП, обрисуем четко намечающиеся тренды. Вот они, противокорабельные ракеты почти всегда эффективно нейтрализуются комплексами постановки помех, но при отсутствии таковых, атаки ракет являются смертельными. Противокорабельные ракеты применяются на значительно меньших дальностях, нежели теоретические максимальные. Типовая дистанция измеряется десятками километров. Зенитные ракеты зачастую оказываются более эффективным средством борьбы с кораблями, чем ПОК, более того, анализ как боевых действий в зоне Персидского залива, так и учений там же, привел американцев на первый взгляд к парадоксальному выводу, а именно, перед атакой, выполняемой в зоне интенсивного судоходства, цель должна быть идентифицирована визуально. Если вывод о помехах самоочевиден, то следующее стоит разобрать подробнее. Специфика противокорабельной ракеты в том, что захват цели ее головкой самонаведения икса не может быть выполнен по-разному. Авиационные ракеты в теории могут захватывать цель или на носителе, или на курсе. Но захват цели на носителе требует полета на большой высоте, или пуска с малой дистанции. Полет на большой высоте чреват неприятной встречей с зенитной ракетой, соответственно, при ударе ПОК воздушного базирования необходимо атаковать цель с не только с малой высоты, но и с малой дистанции. Отсюда необходимость выполнения так называемого прорыва к цели. При использовании же ПОК с эксене, захватывающей цель на курсе, то есть уже после пуска, существует другая проблема при стрельбе на большие дистанции, цель может уйти за пределы сектора обзора эксене ракеты. Это опять требует сокращения дистанции пуска. Естественно, что варианты с захватом цели на носителе могут рассматриваться практически только применительно к авиационным ракетам. Иметь такое оружие на кораблях нерационально, и для корабельной ПОК захват цели на курсе это практически безальтернативный вариант. Из всего вышеперечисленного можно сделать простой вывод при стрельбе на большие дистанции, ракете нужно непрерывные целеуказания. Либо же сокращать дистанцию. Обеспечить же непрерывные целеуказания сложно, даже когда противник не применяет никакие контрмеры, и часто невозможно. Естественно, проблемой является неспособность ракеты идентифицировать цель. Зацепившись своей эксене за первую же радиоконтрастную цель, ракета будет идти только на нее. Она не сможет отличить круизный лайнер или танкер под нейтральным флагом от боевого корабля противника. А это уже чревато политическими осложнениями вплоть до втягивания нейтралов в войну на стороне противника, что, видимо, неприемлемо. Своего рода исключением из этого являются огромные советские сверхзвуковые ракеты П-500 «Базальт», П-700 «Гранит» и П-1000 «Вулкан», имеющие РЛС и собственные станции «Помех», и сложнейшие алгоритмы атаки цели, включая, предположительно, алгоритмы распознавания. Но беда, они огромные и чудовищно дорогие, кроме того, работающую РЛС такой ракеты современный боевой корабль засечет с огромного расстояния, да и сама ракета имеет немалую эрб. Более того, при полете на малой высоте из-за эффекта Прантли-Глоерта огромная скоростная ракета собирает за собой из воздуха настоящий водяной отражатель, что повышает ее эрб, и заметность в радиолокационном диапазоне кратна, по сравнению с небольшими дозвуковыми ракетами, впрочем, у них этот эффект тоже присутствует, просто выражен существенно меньше. Такие ракеты представляют собой в некотором смысле тупик, современный боевой корабль все равно их может обнаружить и сбить, а на чуть менее современные их тратить просто жаль из-за огромной цены. Да и тактическую применимость размеры ограничивают. Так, чтобы гарантированно проломить ПВО-ордера из кораблей, оснащенных системой. Эгис потребуется залп десятков таких ракет. А это означает, что, например, Тихоокеанскому флоту придется разрядить в сторону противника почти весь свой боекомплект, что поставит дальнейшее участие кораблей и ударных подлодок в боевых действиях под вопрос. То, что будущего у таких ракет нет, в ВМФ понимают, не зря и модернизация АПЛ проекта 949, и Таврк Адмирал Нахимов, подразумевает их замену на другое оружие. Еще одним исключением является новейшая американская Поклрасм. В отличие от советских монстров, эта ракета намного менее заметна в радиолокационном диапазоне, а ее интеллект несоизмеримо выше. Так, в ходе испытаний, ракеты справлялись с автономной прокладкой курса к атакуемым целям без заранее заложенных в бортовой компьютер реперных точек, то есть ракета в ходе полета самостоятельно планировала боевую операцию и осуществляла ее. В ракету заложена возможность самостоятельно искать цель в предполагаемом районе ее нахождения, высокая маневренность, способность распознавать назначенные цели, способность к длительному маловысотному полету, способность уклоняться от источников радиолокационного облучения, способность принимать данные в полете и огромная до 930 километров дальность. Все это делает ее крайне опасным оружием. В настоящее время, в ВМФ России практически нет кораблей, способных отбить атаку такой ракеты, возможно, это под силу новым фрегатам проекта 22350, при условии, что ЗРК «Полимент Редут» достиг нужного уровня боеготовности, а расчеты нужного уровня подготовки. Но даже в этом случае фрегатов не хватит, ведь их серии с высокой степенью вероятности, ограничатся четырьмя кораблями. Американцы же уже перевооружают 28-е авиакрыло стратегического авиационного командования и ВВС на эти ракеты, во всяком случае, обучение на тренажерах экипажа самолетов Би-1 Би-Лэнса, которые будут применять это оружие, проходит с этого лета. Американцы таким образом создают у себя аналог советской морской ракетоносной авиации, только в системе ВВС, однако, как и любое супероружие ЛРАСМ. Имеет изъян цену. Первые 23 предсерийных ракеты обойдутся Пентагону в 86,5 миллионов долларов, 3,76 миллиона долларов за ракету. Второй лот 50 серийных ракет обойдутся в 172 миллиона долларов, или примерно 3,44 миллиона за ракету. При этом, еще в 2016 году ожидалось, что цена одной ракеты будет около 3 миллионов долларов. Нетрудно догадаться, что по любой обнаруженной цели такими ракетами не пострелять. Да и гарпуны нынче подорожали 1,2 миллиона долларов за блок Ай-Ай. Ну и опять же стоит понимать, что и на этот лом будет найден прием в рамках вечного соревнования меча и щита. Таким образом, пока пиарщики оборонных компаний приводят общественность в восхищение параметрами новых ракет, на практике совокупности эффективности рэп, пассивных помех, ПВО кораблей, и экономических реалий, ПОК дорогие приводят к тому, что применяемость этого оружия в ряде случаев просто оказывается сомнительной. Это особенно ясно, если абстрагироваться от огромных крейсеров и эсминцев, и посмотреть на легкие фрегаты и корветы, которые являются основными типами боевых кораблей в мире, мало у какого корабля в арсенале более 8 ПОК, даже если отбросить все те проблемы, которыми в реальности сопровождается их применение, и считать, что каждая ракета попадает в цель то, что делать после их израсходования. На учениях болтфлота корветы проекта 20380 швартовались бортом к плавкрану, и им производили замену транспортно-пусковых контейнеров прямо в море. Но чуть дальше от берега так уже не сделать, да и вообще не факт, что в боевой обстановке это получится. И уж конечно, ограничения по дальности применения ракет, цели указанию, и неизбирательности действия для небольших кораблей с легкими ракетами, та же ПОК Уран, действуют в куда более острой форме, они просто непреодолимы. Все вышеперечисленное подводит нас к простому выводу, раз ракеты в основном не летают больше, чем на несколько десятков километров, вне связи с достигнутой на испытаниях максимальной дальностью полета, раз они сбиваемые и отводятся средствами РЭП и помехами, раз они порождают колоссальный риск уничтожения нейтральных целей, иногда с огромными человеческими жертвами, то стоит обходиться и без них. Так же как относительно новые эсминцы ВМС США, не имеют никаких ПОК вообще. Этот вывод принять довольно трудно, но это возможно так. На самом деле, это не значит, что нужно взять и отказаться от ракет. Все же, они позволяют завязать бой на очень приличной дистанции, при массированном пуске по одной цели, система РЭП, скорее всего, отвести залп не смогут, комплексы пассивных помех имеют ограниченный боекомплект, и в общем ракетами вполне можно топить даже современные боевые корабли, если тактика и плотность залпа на нужном уровне. Но это не панацея и не супероружие. И оно часто будет давать сбой. Его иногда просто нельзя будет применять. К этому надо быть готовым. Что же тогда должно быть главным огневым средством, с помощью которого одни корабли могут бороться с другими? В ВМС США сейчас это зенитные ракеты, а в других флотах об этом не задумываются, уповая на ПОК. Рискнем предположить, что в будущем это будут пушки. Как раньше. В настоящее время, военно-морские специалисты большинства стран уверены в том, что диапазон калибров 57-130 мм полностью перекрывает потребности флотов в корабельной артиллерии. Практически повсеместна идея возрождения крупных, хотя бы 152 мм калибров встречают резкое неприятие. Тем не менее, немного подумаем. Во время боев за Квитаконавале в 1988 году, советские военные советники обратили внимание на новые южноафриканские снаряды при падении на цель они светились в темноте и были визуально наблюдаемы. При этом дальность, с которой войска ЮАР вели огонь по ангольцам и их советским инструкторам превышала 50 км, а точность попаданий в принципе не отличалась от обычных артиллерийских систем. Чуть позже стало известно, что южноафриканцы применили против анголы активно-реактивные снаряды, которыми стреляли из обычных гаубиц калибром 155-м. Творение трагического гения артиллерии Джеральда Бюля эти снаряды показали, что обыкновенная немодернизированная пушка, вполне может достигать дальности стрельбы, сравнимой с ракетным оружием, если использовать специальный боеприпас. Другим интересным историческим примером является реактивация американских линкоров в 80-х годах. Их пушкам довелось стрелять в боевой обстановке только по наземным целям, с чего многие энтузиасты военной истории сделали вывод, что их вернули в строй, чтобы стрелять по берегу. На практике же линкоры интенсивно тренировались в введении огня из пушек именно по морским целям, а в случае войны с СССР предполагалось сформировать вокруг них корабельные ударные группы, которые бы действовали против ВМФ СССР в районах с низким уровнем воздушной угрозы, например в Индийском океане. Более того, существовали проекты создания 406-м активно-реактивных снарядов с прямоточно-воздушными двигателями, которые в падении на цель достигали бы гиперзвуковой скорости. Авторы проектов были уверены, что дальность 406-м орудия с таким боеприпасом достигнет примерно 400 километров. ВМС, однако, так вкладываться в устаревшие корабли не стали. Стоит заметить, что старые советские легкие крейсеры проекта 68БИС, при выполнении задач по непосредственному слежению за корабельными группировками США и НАТО, очень долго воспринимались последними как крайне серьезная угроза. К крейсеру, при всей его устарелости, ничего не мешало бы открыть шквальный огонь по авианосцу, сделав полеты с его палубы невозможной, и потом, до своего потопления, нанести огромные потери легким эсминцам эскорта. Пушки при выполнении такой задачи были просто несравнимо более эффективными, чем любой вид ракет, особенно если помнить про несколько башен, способных стрелять по нескольким целям одновременно. Те же британцы, чьи корабли были куда более хлипкими, чем у американцев, рассматривали крейсеры 68БИС как очень серьезную угрозу, собственно, они таковой угрозой и были. Стоит также заметить, что калибр 152-м уже позволял в теории применения ядерных боеприпасов, имейся таковые в наличии, и будь корабль дооснащен соответствующим образом. Это заставляет совсем по-другому взглянуть на потенциал советских легких крейсеров. Впрочем, сейчас это уже не актуально. Первой попыткой вернуть большие пушки на корабль в современную эпоху является программа строительства эсминцев класса «Зумвалт». Эти огромные корабли с самого начала одной из задач имели огневую поддержку морского десанта, для чего и получили две сверхсовременных 155-м пушки. Американский ВПК, тем не менее, сыграл с ВМС злую шутку, загнав стоимость снарядов для новой системы в семизначную величину, что лишило идею смысла. Тем не менее, стоит упомянуть, то пушка «Зумвалта» вполне успешно отстрелялась на 109 километров, что превышает достигнутую в реальных боях дальность применения ПОП «Гарпун» втрое. Стреляло орудие. Правда, по наземной цели, но будь это самонаводящийся противокорабельный снаряд, ничего не помешало бы стрелять и по надводной. Снаряды таким образом достигли вполне ракетной дальности. Сделаем дерзкое предположение, даже если артиллерийский снаряд стоит миллион долларов, как снаряд в Зумвалтовской АКС, это все равно выгоднее, чем ПОК, и вот почему. ПОК засекается с помощью РЛС заранее, и дает возможность прибегнуть к средствам РЭП и пассивным помехам. Снаряд летит куда быстрее, и времени на реакцию почти не оставляет. Большинство современных кораблей не способно засечь артиллерийский снаряд, и уж точно не может его сбить. А самое главное, экипаж понимает, что по их кораблю стреляют только после первого взрыва и вести в действие те же пассивные помехи просто может не успеть. Ведь для этого надо знать, что на тебя идет ракета или снаряд. А со снарядом это невозможно. Сейчас, по крайней мере. Ну и скорость снаряда такова, что корабль от выброшенного облака пассивных помех просто не успеет уйти. Снаряду будет без разницы, на что навестись. Он все равно попадет и в корабль тоже. ПОК на корабле не может быть много. Исключение сверхдороги Эл-Расм. На крейсерах и эсминцах СУП. Но там и порядок цен за выстрел уже совсем другой. Снарядов на корабле могут быть сотни, минимум десятки. Размещение ПОК в больших количествах, делает корабль большим. Артиллерийский корабль куда более компактен. Ракетному кораблю нужны сложные и очень дорогие модернизации. Артиллерийскому кораблю нужно загрузить новые снаряды в погреб и не более. А если сделать снаряд в три раза дешевле, в пять? На самом деле, если хорошенько подумать, то оказывается, что управляемые и самонаводящиеся снаряды куда более перспективная вещь, чем непрерывное и крайне дорогое совершенствование больших, тяжелых и дорогих управляемых ракет. Ракеты это, как уже говорилось, не отменит, но вот нишу их здорово сожмет. И похоже, что на Западе это осознали. Относительно недавно, консорциум из. Вайсистемс. И Леонард Доу вывел на рынок семейство боеприпасов для морских пушек калибров 76, 127 мм. И сухопутных гаубиц калибра 155-м. Речь идет о семействе боеприпасов. Влокано. Рассмотрим для примера только один из боеприпасов в семействе морской 127-м снаряд. Как и все остальные, он подкалиберный, с усовершенствованной аэродинамикой. За счет аэродинамики, его дальность полета составляет 90 километров. Коррекция траектории производится по данным спутниковой и инерциальной навигационных систем. А на финальном отрезке снаряд ищет цель с помощью системы инфракрасного самонаведения. Это несовершенное еще пока решение, оно не универсальное и имеет ряд концептуальных изъянов. Однако, такой снаряд в любом случае существенно повышает боевой потенциал любого корабля, на который он загружен. И главное, это по-настоящему массовое решение, для применения этих боеприпасов кораблям практически не нужны доработки. Это начало артиллерийского ренессанса, технологии, позволяющие за недорого упаковать в снаряд систему самонаведения, а в снаряд побольше реактивный двигатель, несомненно, изменит характер боев на море. Ведь калибр в 127 миллиметров позволяет в будущем все-таки сделать приличный артиллерийский активно-реактивный снаряд, а значит, пушка станет и пусковой установкой, а снаряды сольются в своем развитии с ракетами, вот только снарядов на борт можно взять больше, чем ракет, и с их пополнением в море нет никаких проблем. При создании же новых кораблей, возможно ли балансировка корабельных систем оружия вместо множества пусковых установок для ПОК, занимающих немало места и требующих роста водоизмещения, можно просто загрузить в корабль побольше управляемых или самонаводящихся снарядов, увеличив артиллерийские погреба, АПУ наступательного вооружения сократить в количестве, или же использовать под что-то другое, например под зенитные ракеты или противолодочное оружие. В альтернативном варианте уменьшать размеры кораблей, делая их более дешевыми и массовыми более малозаметными. Такие инновации могли бы быть весьма уместными для страны, которой скоро придется воссоздавать свой флот заново. Для страны, у которой есть прекрасные пушки калибром 130 миллиметров, и вообще отличная школа создания артиллерийских орудий. И если в калибре 130 миллиметров можно создать дальнобойный самонаводящийся снаряд, то при приближении к калибру 200 миллиметров, можно создать уже активный реактивный с мощной боевой частью. И добиться решающих преимуществ в любом виде боя, кроме боя с авиацией. Причем не сильно дорого, по сравнению с созданием чисто ракетных кораблей-монстров. Наверное, не стоит говорить о том, что Россия опять проспит все эти возможности. Но наблюдать за начинающимся артиллерийским ренессансом хотя бы со стороны будет весьма интересно. Естественно, пока все эти инновации не ударят по нам.